Добрый день! Сегодня в ресторане Московский двор мы будем готовить капустняк. Это суп из капусты, который едят с удовольствием все славянские народы. И чехи, и поляки, и русские, и белорусы, и украинцы. Ну, конечно, основные поедатели этого супа украинцы. Поэтому мы сегодня будем делать капустняк на украинский лад. Для этого мы сварили свиной бульон. Ширная свинина только берется. Я мясо уже вынул. Бульон кипит. Основной компонент этого супа является квашеная капуста. Чтобы она не была такими длинными лохмотьями, чтобы легко было удобно есть, мы немножко подшинкуем. На сковородочку добавив немножко растительного масла. И капусту эту потушим до полуготовности. Пока тушится капуста, сделаем дальнейшие заготовки. Субтитры сделал DimaTorzok Картошка режется такими дольками. Как размеры чесночных зубочков и форма приблизительно такой же. Ну и для того, чтобы бульон был не такой водянистый у нас, не такой жидкий, чтобы загустить его, мы добавим немножко муки в пассерованные овощи. Все это перемешивается, чтобы мука немножко обжарилась. Добавляем все это вместе теперь в бульон. Ну и самое главное в этом супе, конечно, заправка украинская. Для этого берем немножко лука, мелко его нарезаем, шинкуем. Пару зубчиков чеснока. Чеснок, лук. И самый главный компонент, конечно, украинское сало. Пару ломчиков сала. Мелко шинкуем. Добавляем также в стопочку. Добавим укропа с петрушкой. А чтобы это все у нас хорошо еще перемесилось, конечно, нам нужно немножко добавить соли. Во-первых, соль вберет в себя все ароматы. А во-вторых, она сделает такой рассыпчатую всю эту массу. Не очень много. Рассчитывайте, насколько у вас соленый бульон. Все это перетираем вместе. Сало, да еще раз компоненты. Лук, чеснок, сало, соль и зелень петрушки с укропом. Как вы видите, все это смешалось в однородную массу. Теперь все это добавляем в бульон наш. Видите, он уже закипел, закипает. Все это добавляем сюда. Добавим заправку. Перемешаем это все. Все оставляем минут на 10 покипеть, пока все дойдут овощи. Но еще к этому супу я могу добавить такое, что в разных областях Украины делают по-разному этот суп. Кто-то делает без крупы, кто-то делает с крупой. В некоторых областях добавляют гречневую кашу, в суп добавляют. Кто-то дает кашу отдельно в тарелочке к супу подается, можно класть ее. В других областях добавляют пшенную крупу для загущения такого. Получается, как кулеш такой суп. Но мы сделаем такой нейтральный суп, чтобы не спорить, какую крупу туда добавить. Мы сделаем без крупы. Но я вам скажу, что просто крупу можно добавить. Прошло уже 15 минут. Наш суп уже готов. Для подачи супа мы берем наше отварное мясо, нарезаем пару ломтиков. Тарелочку кладем в мясо. Добавляем сюда супчик. Добавляем свежей зелени, укроп с петрушечкой, мелко его порубим. Ну, все, суп готов. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok